Компанию Яндекс.Такси оштрафовали за отказ в предоставлении информации о ценообразовании. Расследование в отношении российской фирмы ведет агентство по защите и развитию конкуренции. Начали его после январских событий, когда агрегатор резко поднял стоимость проезда. По словам антимонопольщиков, они обращались к представителям сервиса неоднократно, но ответы на свои вопросы так и не получили. Дело дошло до суда. Серик Жумангарин отметил, что компания не проявила социальную ответственность и оказалась не готова к событиям января. Вне трагедии. Тариф на услуги такси взлетел в разы. Однако в агентстве по защите и развитию конкуренции в этом расследовании интересует больше моральный аспект ситуации, нежели ценовой. Для нас задача ответить на вопрос, а была ли цена, которая была до этого всплеска, высокой для людей, либо на их настроение повлиял именно вот этот всплеск. Страна попала в тяжелое положение, люди, и этим воспользовалась компания. То есть ее система динамического ценообразования, алгоритм сработал таким образом. Это на самом деле такой моральный немножко аспект имеет. И поэтому наша задача, наверное, каким-то образом вот такие вещи ограничивать. А не столько вопрос, сколько лезть ценовой политикой компании.